Доброе субботнее утро, мои хорошие! Мы уже все попросыпались. Уже, правда, 12 часов. Мы сегодня что-то решили поваляться. Не, встали мы там и давно, позавтракали. Но потом опять заползли в кровать и некоторое время еще валялись. Слушайте, я вчера вечером, значит, засела за видео. Хотела посмотреть видео, как правильно парковаться. Вы знаете, в Германии все нужно делать по правилам. На все есть свои правила. И вот даже для парковок, для вождения очень важно, когда сдаешь экзамен, с какой последовательностью ты все это делаешь. То есть, ну, для примера, когда ты включаешь поворотник, очень важно, чтобы ты сначала посмотрел в зеркало, потом включил поворотник, а не включил поворотник и потом посмотрел в зеркало. Хотя ты еще не перестраиваешься, но вот последовательность действий очень важна. Поэтому я вчера залезла, насмотрелась, в общем, этих видео с парковок, с парковками, посмотрела, как правильно это все делать, какие-то для себя нюансы интересные нашла. Но потом я легла спать. Это был не сон. Это было... Это было... Я всю ночь водила машину. Я где-то парковалась. Как-то для себя там что-то мозг мой крутил, как я должна припарковаться, на что я должна обращать внимание. Эти вот разные виды парковок. Там парковка задом-передом, справа-слева, параллельная парковка, под каким углом, где какая фара у меня должна быть, что я должна видеть, когда я паркуюсь. Я всю ночь парковалась. Я утром встала, и я не поняла, я вообще спала или бодрствовала. Потому что я, как наяву, помню, как я это все думала, обсуждала. В общем, я так загрузила свой мозг. Я так вроде как-то и не нервничаю по поводу экзамена. Но оказалось, видимо, что мозг мой все равно где-то там это все катает. И вот это вывелось в такой сон. Поэтому сегодня я решила, что мы немножко поваляемся подольше в кровати и чуть-чуть отдохнем. С утра уже я поговорила с мамой, со свекровью своей. Она доехала прекрасно. Вот, все ей было хорошо, и долетела, и потом в поезде. Ну, поезд, говорит, очень скрипел. Очень-очень скрипел. Ну, как наши железные дороги, да. Но ничего, она уже дома, уже отдыхает. После обеда пойдет к бабушке. В общем, на Украине, ну, как на Украине. В общем, уже вся в делах, вся в заботах. Я так люблю этого человечка, этого пряничного. Он такой милый, такой прикольный. Это вообще. Вот, а мы сейчас будем подготавливаться к обеду. Посмотрю, какие у меня потом будут планы после обеда. Я вообще хотела снять мастер-касс по ежику. Ну, не знаю, как получится. Если будет мое натхнение, то я сниму. А если не получится, то займусь чем-то другим. Вчера, кстати, ко мне приходила Фровейни, Фрета, со своим сыном. Это девочка, с которой я буду сдавать экзамен. Ну, вчера мы так, смотрели альбомы, фотографии, наболтались друг с другом. Ну, знаете, как это? Первая такая... Первый раз у меня. Вот. И так, ей хотела все посмотреть, увидела меня с мою свадебную фотографию, говорит, «А, это не ты!» Я ей показала альбомы. Ну, вы знаете, даже вот просто поболтать с ней, поговорить, оказалось хорошей практикой. Я сейчас уже на десятой из шестнадцати лекций. Ну, у меня еще две недели. Я думаю, что я закончу лекции Beines к этому времени. И если мы с ней будем хотя бы там пару раз в неделю вот таким образом парковаться... Ой, парковаться. Ну, вы видите, о чем я, да? Парковаться. Все, я паркуюсь. Практиковаться. То все равно мой немецкий будет гораздо лучше. Ой, девчоночки. Ну, знаете, приезжаешь в Германию, да, остаешься все равно славянской душой. И вот моя славянская душа жаздит просто айвовое варенье. У нас все любят айвовое варенье. И муж, и дети. Я его готовлю цукатами. Вот оно получается, видите, вот такими кусочками. Это у нас осталась последняя баночка, и вот там ее на дне. Я купила вот эти три айвы, нашла их в Эдике. Они, конечно, стоят дорого. Но просто из-за того, что мы его очень любим, я взяла, и сейчас я ее переработаю. И если дети не потягают ее в сыром виде, возможно, закатаю одну или две баночки айвы. Я ее режу. Не чищу, естественно, режу. Вот серединку вынимаю кусочками вот такими, ну, как вы видели, да, дольками я ее режу, манюсенькими такими. И затем засыпаю сахаром. То есть, ну, я посмотрю, сколько у меня выйдет. Где-то на килограмм я засыпаю полтора килограмма сахара. Она, извините за выражение, писеется, да? Сок из нее выходит. И вот этот сок с сахаром я сливаю, кипячу и заливаю. То есть, я не все варенье кипячу. И тогда она получает с сукатиками. Ну, когда уже сахар хорошенько, да, растаял, и уже я вижу такой сиропчик, тогда я ее кипячу один раз, ну, все вместе. Вот видите, получается такой сироп, он как мед. Вот. И все, можно закатывать. Просто горячим закручиваю, и все. Больше никаких секретов. Айва и сахар. Я не снимаю тебя в пижаме. Мы сегодня у нас пижамная семья. Стас перебрал на себя мое занятие. Я сказал, он будет чистить Айву. Айва красивая, чистенькая, ржавеет быстро. А здесь, конечно, он вырезал очень много червячков. Но я говорю, это наоборот хорошо, значит, Айва био. Раз ее червячки кушают. Ну, тут выглядит как будто... Как будто не био. Не, кого-то тут уже... Не, все хорошо. Это можно, да, уже резать будет. Ну, а тебе, конечно, надо будет повырезать еще чуть-чуть, чуток. Ой, ты режешь, а у меня, слушай, у меня слюня аж на экран. Ну, тут я не знаю, вот это вот это... Это не червячки. Это вот как... Мне это надо повырезать. Какая-то болезнь у нее, что ли. Ну, не это Айва, зая. Она вся вот такая, покоцанная трошки. Ну, в общем, из этих трех Айвичек у нас получилось грубо говоря, 3-1,5 килограмма. Ну, минус тут это... вес мисочки 190 грамм. Ну, плюс-минус, в общем, 1,5 килограмма. Значит, я засыплю сюда... Ну, я думаю, 2 килограмм хватит с головой. Пока я засыпала всего килограмм сахара сюда, вот я подожду, пока пустится первый сок. И затем, когда уже первое солью, прокипячу, залью, уже засыплю, не знаю, я подумаю, посмотрю, в общем, по ситуации, либо полкило, либо килограмм сахара. Посмотрю, сколько будет жидкости. В прошлый раз в окею купила вот эту вот такую, как бы, сеточку. Я вообще с ней жарю, но так как она чистая, я ее всегда мою хорошо от жира. Вот сейчас она мне послушает хорошую службу, будет прикрывать мою варенько. По итогам голосования у нас победила вот эта тканюшка. Я ее сейчас поглажу. Вот у меня есть выкройка ежика, вот здесь ушко. Выкройку можно будет скачать в интернете или перерисовать с экрана, уж как захотите. Я оставлю вам ссылку в комментарии на этого ежика. там, где я брала эту выкройку. Значит, и вот два вида фатина. Я еще не знаю, буду ли я использовать черный, возможно, просто зеленый. Я посмотрю, когда у меня будет тушка уже готова. Что нам нужно сделать? Нужно отгладить ткань, сделать две тушки ежика. Я обычно делаю это, слаживая ткань пополам, да, и обрисовываю сразу, чтобы... Ну, в общем, я никогда не рисую отдельно, я сразу в две части это делаю. И ушки, то же самое, мы переводим с вами на ткань. Как-то я вам уже говорила, что Кирилл с начала года, с Нового года мы ему начали давать... Как это? Как это правильно называется, Стас? Карманные деньги, да. И он с Нового года собирал у нас на телефон. Но потом мы пошли в школу и сказали, что телефон в школу носить нельзя. И Кирилл как бы немножко огорчился и сказал, ну ладно, я буду собирать на планшет. Вот. Но он насобирал всего... Сколько он насобирал? 110. 110. Да, или 115 евро. 115 евро. И тут приехала бабушка и передала деткам передачку от их прабабушки. прабабушка передала им на двоих 100 евро. Вот. И они исполнили свою мечту. Кирилл уже очень давно его хотел. С тех пор, как он собирал на планшет, прошло какое-то время. Он увидел это по телевизору. Потом они с папой смотрели всякие видюшки там в интернете про него. Ну и что же? Что же вам хочу сказать? Заказали они Козма. Вот. Да. Вот как он видит. Вот так. Это робот. Это робот, который выполняет программы. Стас почитал, говорит, как бы в нём идёт там программа, которая учит основам программирования. Для папы это как передать кусочек, как передать молоток сыну. Да, Зая? Наверное. Ну да, хоть как бы чуть-чуть. Пусть Кирюша попробует. А вдруг у него откроются способности к программированию. Да? Нет. Вот. Ну и вообще как бы, да, то, что это настоящий робот. Аня, вот тут вытаскивай. О, о, о. Я, если честно... Да, класс. Я, если честно, ну не сказать бы, чтоб я там прям в восторге. По мне так планшет, конечно, был бы лучше. Вот. Ну, планшет это игра, это мультики, игрушечки, мультики. А здесь всё же, конечно, оно немножко пополезнее. Ты обучаешь этого робота, да, там программу какую-то, программу какую-то пишешь, но они с папой этим будут заниматься. В этом, конечно, польза есть. Так что, прабабушка исполнила мечту детей. Это надо вот включить. Да. Чтобы его включить. Так, давай. Ну, прервёмся, пока они сейчас его запустят. Потом я уж покажу вам, что умеет это чудо робототехники. Моё мнение по поводу того, как Кирилл тратит свои накопленные деньги, остаётся прежним. Мы объяснили ему все плюсы и минусы этого решения, что это большая сумма денег, что он может за эту сумму купить себе планшет, в который закачает много игрушек. Объяснили, что ему придётся на планшет копить ещё год, но дали ему принимать решение самому. И это будет либо самое удачное его решение, если ему понравится его приобретение, если он будет им играться, если он оценит все плюсы данного решения, либо это будет самое большое разочарование. Ну, и то, и то послужит большим уроком для него, что либо ты копил и получил то, что захотел, либо ты копил, потратил большую сумму денег и разочаровался. Опять же, тоже положительный результат в качестве обучения детей. Вот, вы видите, да, с этой стороны кромка, видите, как я положила ёжика, то есть по долевой, так, и меня уже позвали включать робота. Бегу-бегу! У кого-то в детстве был тамаготчик? Я думаю, что вот это как раз новая версия тамаготчика. Стас скачал программу на телефон, и вот всё семейство в ожидании того, когда проснётся это маленькое чудо. Ну, и мы подождём. Так, счёт пошёл на секунду. Три, два, один, ноль. Оп! Робот подзарядился, и сейчас должен проснуться. что с ним нужно играть на чистом открытом столе в хорошо освёщённой комнате. Вообще-то. Ну, у нас хорошо освёщённая комната, и у нас большой стол. большой пол. пол. Неписано, что Козма постарается избежать падения, но, как любой питомец, ему иногда нужна ваша помощь. Ну, ладно. Да просыпайся, что уже, господи. Мой, боже мой. Козмуй. А ну, ай, 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 ай. Что там такое? Что ты говоришь такое? Положите кубик перед Козмо. Он станет голубым, когда Козмо его увидит. Вон, он уже стал. Вон, уже стал. Он уже стал голубым. Что? О, зеленый. О, поднял. Класс. Козмо хочет с тобой познакомиться. Убери кубик с его даром. Как тебя зовут? Кирилл сейчас увидим. Убери ручки от лица. Кирилл. Кирилл. Клопать. Кирилл. Оп. Козмо попал. Кирилл. Опять попал. Нет. Да нет. Не хочу. Нет. Поигрываешь, да? Проигрываешь? Давай, Бобку попробуй. А можно вот эту игру побыстрее нажмить? Оп. Смотри, какой папа. Молодец. На красный нельзя. Готовься. Давай. А, ты выиграл. Молодец. Подожди. Готовься. Давай. Да. Смотрю только, что так сильно потемнело. И слышу грохот такой прям. Дождь такой сильный пошел. Прям дождина, дождинок. Самое интересное, что вот... Да, не видно, ладно. Но там небо чистое. Есть такие просветы, даже голубого неба. И такой прям сильный дождь, большевой, крупный. Вот. Ну, а я, собственно, что? Сейчас вот начну строчить вот отсюда. Вокруг. Затем сделаю... Ну, знаете, как вытачки делают, да? Слаживают вот эти вот две полосочки вместе. И прострачивают. Получается вытачка. Здесь вытачка. Здесь всего их будет четыре. С одной стороны и со второй. То есть, когда вы это все прострочите, перевернете, приложите выкройку. И переведете выкройку вытачки на ту сторону, на изнанку. Ну, я это покажу. Вот о чем я говорила. Вот у меня простроченная линия. Я приложила выкройку, да? И перевела вытачки на эту сторону. Вывела нитки на одну сторону. Сейчас я их завяжу. И вырежу. Я буду вырезать по кругу ножницами зигзаг. Здесь. Где-то я сантиметр оставлю. И обрежу просто ножницами. Обычными. Вот. Это место остается не зашитым. Это будет дырочка. Когда мы сделаем здесь вытачки. Их, да? Зашьем. Это останется дырочка, через которую мы будем набивать нашего ежика. Вот так должно выглядеть тельце, да? После того, как вы его вырезали. У кого нет нужного зигзага, насечки делаете. Где-то за полтора-два миллиметра до шва. Теперь я буду прострачивать вытачки. То есть, я вот здесь вот посерединке слаживаю. Кому проще, можете наметать. То есть, сложить вот эти вот, да? Два. Две линии карандашика. Вот. Прометать. И затем прострочить. Прострочить вплоть с припусками на шов. Вот. То есть, полностью до конца. Вот. Со всех. Все четыре вытачки нужно так сделать. По итогу у вас получатся вот такие вот крылышки. И их я тоже срежу. Примерно вот. Тоже таким расстоянием. Где-то полсантиметра. Вот. Буду срезать ножницами зигзаг. Вот наши тельцы. Вот наши вытачки. Видите, как они выглядят. И все. Наша тельца готова к набивке. Теперь мы будем заниматься ушками. А вот и наши ушки. Так. Сзади. Звуки. Это муж играет сзади. В игрушку. У нас с ним общий комбинет. Значит. Ушки готовы. Тоже по кругу зигзаг. Здесь прямо. Обрезаем. И выворачиваем. И теперь, когда ушки наши готовы. Вот они. Оба два. Мы подбираем нитки под фатин. Я наконец-то нашла нитку. У меня она есть. Которую вообще не будет видно здесь. И вот с черным проблем нет. Чем лучше вы подберете нитку под фатин, тем меньше ее будет видно в ежике. Все равно как бы фатин просвечивает. И может быть видна нитка. То есть совсем контрастными. Белыми, черными. Нежелательно. Ну вот какую-то хотя бы синенькую, голубенькую. Если бы у меня этой не было. Но это подходит идеально. Нарисаем полоски фатина. Я специально только что. Я вообще на глаз делаю. Но взяла, померила. Значит. 10 сантиметров примерно. Это будет ширина. Можно чуть больше. Можно чуть меньше. Вот. И длина от 80 сантиметров до метра. Будет нормально. Я нарезала и черные, и голубые. Слушайте. Ну в действительности, конечно, фатин смотрится. Немножко другого цвета. Все-таки камера его съедает. И вообще вот мама приезжала. Говорит. Ира, твои поделки. Говорит. В жизни смотрится гораздо красивее, чем на видео. Действительно. Абсолютно. Ну не абсолютно. Но немножко таки камера съедает. Все очарование. Но. Значит. Есть к чему стремиться. К новой камере. Возможно. Так. Нарезаем полосочки. Теперь каждую полоску мы будем прострачивать в длину по середине. Видите? В длину по середине. Чтобы потом, когда мы собрали, у нас получился вот такой вот. Он будет. Ну он сложится, да? Пополам будет. Такая вот щетинка. На машинке я выставляю длину на четверочку. И отпускаю натяжение нити. Вот видите? Я ее абсолютно отпустила. Чтобы мы могли присобрать потом фатин. Я не забываю и про девочку про свою. Сегодня я вот довязала ей юбочку. И принялась за голову. Сейчас уже поздно. Ежика я закончу уже завтра. Поэтому смотрите ежика в следующем видео. Продолжение. Не успела я сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует...